А вот еще одна история. Что мы называем средними веками? В 1483 году итальянский историк и философ Флавио Бьондо опубликовал труд «Декады истории, начиная от упадка Римской империи», в котором он предложил такую периодизацию истории – древняя, средневековая, современная Европа. Однако окончательно термин утвердился в европейской науке после того, как немецкий историк Христоф Келлер в 1698 году назвал одну из трех книг своего учебника «Истории средневековья со времен Константина Великого до взятия Константинополя турками». Чуть позже именно он ввел в научный оборот известную нам сегодня периодизацию истории – древность, средние века, новое время. Именно она стала впоследствии общепризнанной. Иными словами, средними веками историки изначально называли период после падения Западной Римской империи и до начала Итальянского Ренессанса. Дискуссии о начале и завершении европейского средневековья ведутся по сей день. Даты начала и завершения разнятся для каждой страны. Например, началом средних веков выступали даты правления Римского императора Константина Великого, разделение Римской империи на Западную и Восточную, падение Западной Римской империи, правление Византийского императора Юстиниана I и другое. То есть с 4 по 6 век нашей эры. А завершением европейских средних веков выбирали и открытие Центральной Америки Колумбом, и начало реформации, и падение Константинополя, то есть период с конца XV до начала XVI века. В Англии, например, это конец войны Алый и Белый роз, приход к власти династии Тюдоров. А в Испании завершение реконкисты и объединение Испании браком Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. А были ли средние века в Азии и Африке? Все же понятие средние века имеет в своей основе европейскую историю. Большинство стран Азии и Африки не знало завоеваний Римской империи, римской системы права, греческой культуры, литературы, то есть всего того, что составляло основу средневекового периода по европейской модели. Так называемый феодализм существовал в этих странах дольше европейского. Отличались также политическая и социальная структура общества, экономические отношения. Не знали Азия и Африка эпохи Ренессанса, так как не возрождали античность. Не знали они и буржуазных революций, религиозных войн по типу европейских. Соответственно, выделить событие, которое можно было бы считать верхней или нижней границей средних веков, здесь нельзя или сложно. Поэтому термин средневековье не всегда применим к истории неевропейских стран.